Обсуждения на всех уровнях и по всей территории, от залов заседаний до трудовых коллективов. Высказываются мнения и предложения по предстоящим изменениям в пенсионном законодательстве. В Чувашии наряду с остальными субъектами Российской Федерации власти принимают решение о сохранении региональных льгот еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. Предложения по смягчению изменений пенсионного законодательства затронут более 60 тысяч жителей республики. Дополнительные расходы бюджетов Пенсионного фонда и Российской Федерации на три года расчетно оцениваются в 11,7 миллиарда рублей. Сейчас правительству предстоит принять законы, которые закрепят права граждан на социальную поддержку. Льготы будут полностью сохранены. Депутаты Госсовета от партии «Единая Россия» уже проанализировали законодательство и подготовили проект, который предусматривает внесение изменений в законы Чувашской Республики о социальной поддержке тружеников тыла военных летоветеранов труда и о ветеранах труда Чувашской Республики. Законопроект в установленном порядке внесен в Государственный совет Чувашской Республики вчера, 3 сентября. Вчера же мною было подписано распоряжение о направлении законопроекта всем субъектам правозаконодательной инициативы для рассмотрения, подготовки отзывов, замечаний и предложений. Сегодня проект закона Чувашской Республики представляется вниманием депутатов профильного комитета и членов Кабинета Министров Чувашской Республики. Социальные выплаты сейчас в Чувашии получают более 205 тысяч пенсионеров. Это почти 55% от общего количества людей, вышедших на пенсию в республике. Льготы будут привязаны не к статусу пенсионер, а к определенному возрасту. Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, и пенсионеры имеют право получить налоговую льготу на квартиру, на жилой дом, помещение или сооружение, которое используется физическими лицами исключительно в качестве творческих мастерских, отелье, студии, хозяйственного строения и сооружения, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, гараж или машинное место. Сохранение федеральных и региональных льгот. Общую сумму министерства наши посчитали, согласовали тоже с пенсионным фондом, с другими федеральными структурами. 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Нам это обойдется. В бюджете мы изыщем тех средств, которые еще не хватает. Дополнительные гарантии предусматривают для людей старших возрастов на рынке труда. В стране вводится официальное понятие «предпенсионный возраст». В эту группу входят те, кому до пенсии по новому законодательству останется 5 лет. Им будут помогать в поиске работы, предложат обучение или переобучение. Ежегодно предпенсионерам будут предоставляться 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Проведены более полутора тысяч совещаний с работодателем. Мы проводили разъяснительную работу по вопросам соблюдения запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан. Во всех муниципальных образованиях и городских округах мы создали 23 консультационных пункта по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Открыли телефон на горячей линии. Пособие по безработице увеличат с 5 до 11 тысяч. Планируется, что его будут ежемесячно получать около 300 безработных граждан предпенсионного возраста.